Первый вопрос, тогда вы можете отвечать на вопрос, я буду конкретно кому-то из вас задавать вопрос. Если кого-то есть что-то добавить, вы можете добавлять, тогда и будем делать. И первый вопрос, вопрос следующий. Если в детстве юноша не был духовным лидером, в церкви как-то в служении не участвовал, как вот в себе воспитать то, что было упущено, чтобы все-таки быть главой семьи? Ну я полагаю, друзья, что в детстве мы много чего не имели и не были теми, кем стали взрослыми. Есть процесс духовного роста, есть процесс нашего преображения. И поэтому я полагаю, что даже если в детстве кто-то из ребят не имел возможности, не был научен, не имел, может быть, таких данных, я просто хочу добавить еще что вот к этому. Бывает в семье, мы сегодня много говорили об этом, лидер, в общем-то, сестра, жена. Но никто никогда об этом не услышит и не увидит. И где бы они ни были в каком-то обществе, среди друзей, среди еще кого-то, никто не заметит. Она будет делать все, чтобы все поняли, что он хозяин. Она просто вот так мудро поступает и помогает. Поэтому, с одной стороны, нужно воспитывать себя, отдаться в руки Господа, вот, читать слово, молиться, и Бог поможет. А с другой стороны, мудрость жены тоже поможет мужу стать тем, о чем мы говорим. Вопрос следующий. Можно ли позволять бабушкам и дедушкам менять правила, которые родители устанавливают? Ну да, это вопрос очень актуальный. Я лично сам столкнулся, когда была маленькая дочка, и в присутствии бабушки я ее наказал, то она говорит, написано, не жалея розги для сына, а ты что? Кто ты такой? Вот служитель, я говорю, вот пойду и на братский совет. То есть, да, у бабушек, конечно, где-то свои правила. Но я скажу так, друзья, надо никогда не забывать, что по отношению к бабушкам и дедушкам мы дети тоже. То есть, вот, должно сохраниться. Это не значит, что, знаете, вот такое, что они могут командовать там или еще что-то. И где-то этот вопрос необходимо решать, да, но как его решать? Вот с таким вот почтением и к бабушкам, и к дедушкам осторожно, да. Но действительно решать надо, потому что в семье все-таки правила должны быть семейные. Должны устанавливать отец и мать. И не может бабушка или дедушка менять это или еще что-то, да. Потому что действительно где-то вот я не знаю что, да, но происходит, я вот смотрю на вот, например, даже, ну, свою даже маму, да. То, что она говорила мне и что она говорит внукам, знаете, я бы хотел, чтобы она была мне не мама, а бабушка. Знаете, вот, ну, реально, Кирилл, сейчас знаю, и вы такой же. У вас внуки есть. Вот, но суть какова, да. Вот именно родителям Бог вкладывает вот эту определенную ответственность, как необходимо поступать с каждым ребенком. Поэтому должно это быть правильно, с любовью, все, но ответственность на родителей. У меня был такой случай, мой старший сынок, Санек, маленький еще был, у нас бабушка жила, она, в общем-то, бабушка была просто, попросилась к нам жить, и все. И, ну, как-то прилепилась к нему, и был момент, наказать надо было его. А она как квочка курица, знаете, так это вот, крылья расправила, да, не дам. Я говорю, бабушка, отойди, а то нечаянно задену ведь еще. Тогда к вам вопрос следующий. Вопрос такой, практически вы можете, вот, может быть, примеры какие-то, или как-то показать, как избавиться от зависимости смотреть фильмы, всякого разного содержания. И вопрос похожий с этими фильмами, я его попробую немножко переиначить. Допустимо ли вообще мужу и жене смотреть вместе фильмы такого вот, ну, очень личного содержания? Надеюсь, что это как-то может поможет в их такой личной, интимной жизни. Такие два вопроса, связанные с фильмами. Я начну со второго вопроса, друзья, да. Ну, я не имею в виду даже там пронографические фильмы. Сегодня в некоторых церквах пастора, которые готовят молодых людей к вступлению в брак, они имеют довольно-таки откровенные фильмы такие, да, вот на эту тему. Иногда молодые мужья и жены, ну, как-то вот в любопытстве, так сказать, хотят. Я всегда говорю так, если вы хотите, чтобы все было нормально, и вы решаетесь, помолитесь и смотрите оба вместе. Посмотрите по одному, будут проблемы. Вторая половина не будет знать, что вы хотите. У вас будут проблемы. А вообще, говорю, ну, проконсультируйтесь вот где-то со своими служителями. Дайте им, может быть, просмотреть, что это такое, чтобы не отравить ваши души. Да. Я смотреть не буду. А-а-а. Вот в этом как раз. Я хочу и закончить в этом. Одна молодая пара, это было давно уже, вот, они попросились, чтобы я их сочитывал. И принесли мне от пастора с американской церкви, получили вот ролик, просмотреть, как и что. Просмотрите вот, что вы скажете. Потом они пришли, я говорю, я его смотрел ровно 15 секунд. Как только началось, я сразу выключил и понял, что там. Но я им потом мог что-то говорить и дать совет. Понимаете, друзья, мы все-таки должны. У меня книг в библиотеке, которые я выкинуть просто хотел бы сегодня. Но не могу, потому что эти книги ходят у всех. Приходит человек и спрашивает, а как вот это? А я и знать не знаю. А я ведь должен ему дать совет, я должен рассказать. Это не значит, что теперь служители должны все просмотреть. И что все у него должно быть. Не надо. Есть Библия, которая говорит и учит. Поэтому будьте очень и очень осторожны. Я просто хотел сказать, знаете, друзья, вот Слово Божие говорит очень много о блуде. Но интересно, что когда говорится о блуде, много есть мест, в которых говорится, и всякая нечистота. Вот блуд и всякая нечистота. Там, да, прелюбодеяние, нечистота и так дальше. Что это значит, всякая нечистота? Когда вы посмотрите все-таки вот, ну, скажем, в греческом сюда, это все связано вот именно с грехом аморальности. Вот это всякая нечистота. И знаете, нам Писание прямо говорит, не должно именоваться у вас. Не должно. Я просто хочу сказать, друзья, знаете, есть те вещи, которые Писание конкретно говорит, что этого не должно быть. Вот просто-напросто, да? Ну зачем? Если вот мы сейчас вот говорим опять-таки, да, о воспитании там детей или еще что-то. Если мы не подчиняемся Слову Божию, как мы хотим, чтобы потом мы могли этому же самому научить. И более того, знаете, вот уже Кирилл сегодня приводил это место, да, что сеющий ветер возлет в бурю, да? Если вы допускаете вот в своей жизни такие вещи, но поймите, что в ваших детях это будет гораздо больше. Что вы потом будете делать? Что будете делать, да? Я просто хочу сказать, друзья, ну не должно это быть среди верующих. Ни поучительные, ни разжигательные, ничего этого не должно именоваться у нас, да? Вина не пейте и виноградников не разводите. Не разводите. Зачем вы это делаете, да? Сохрани вас Бог от этого. А что касается того, что некоторые люди говорят, вот знаете, особенно касается вот этих аморальных фильмов, да? Некоторые конкретно говорят о том, что, ну как зависимость, я, говорит, не могу освободиться. Вот прямо так вот, знаете, я, как бы, оно странно, но мне кажется, любая зависимость, она странная, да? Вот приходят люди, уже семейные, приходят, да, и вот где-то плачет, там, жена пытается ему помочь, и он говорит, вот он в этой зависимости, вот он там сидит, там, или что, вот я иногда рядом с ним, чтобы как-то помочь ему, там, чего. Чего только не понаслушаешься странно, да? Но вы знаете, вот посмотрите, в 18 главе Матфея Господь говорит конкретные вещи, да? Он говорит, если рука твоя соблазняет тебя, что сделай? Отсеки. Если глаз твой соблазняет, вырви его. Лучше говорить тебе слепым, хромым, без руки, да? Но быть в Царстве Божьем, нежели красивым, хорошим, здоровым быть веженному в озеро Огненное. Вот какое у нас должно быть отношение к этим вещам. И я скажу, друзья, да, вот некоторые говорят, ну это в духовном плане. Я нигде не нахожу там намек на духовное. Там конкретно сказано, соблазняет глаз, выдерни его. Вот и все. Но я скажу, друг, если ты находишься в такой зависимости, и завтра ты к этому подойдешь так, чтобы выдернуть глаз, да ты все остальное выдернешь, и провода, и компьютера, и все выдернешь. Да? Ну глаз не выдернешь. Вот насколько это конкретно. Вот так нам говорит об этом Писание. Братья, сестры, друзья, ну не должно этого быть. Сохрани нас Бог от этого. Это такое зло, вот как Виталий Викторович говорил, там приводя садомлян. Даже ослепли. На оба глаза не видели, а лезли, искали двери. То есть что-то внутри это в нас живет. В отношении фильмов, ну это вопрос не ответа в двух словах, потому что мы можем сейчас рассуждать. Есть фильмы научные, есть фильмы, допустим, там о животном мире, есть фильмы познавательные, есть фильмы воспитательные. Я просто применяю такое правило. Если совесть ваша осуждает вас, то коль ми паче Бог. А если совесть ваше сердце не осуждает вас, то мы имеем дерзновение к Богу. Но это речь идет о чистой, непорочной совести. Поэтому никто вам не подскажет, прислушивайтесь к внутреннему голосу. Там всегда, как у Давида, однажды, помните, когда он сделал, сосчитал народ, и написано, и вздрогнуло сердце его. Прислушивайтесь к этим вздрагиваниям, и вы сами определите, делаете то или не то. Викторич, к вам вопрос. Дети ссорятся. Как найти мир в семье? Как иногда установить, кто из них прав, кто виноват? Каждый из нас встречал, когда двое-трое детей, пытаешься выяснить, что же произошло, и не можешь. Как навести мир? Как поступить здесь? Кого-то нужно наказывать, не нужно в этом вопросе. Друзья, это действительно вопрос очень такой практичный, существенный. Мы все с этим сталкиваемся. Но я скажу так, друзья. Здесь действительно необходимо у Бога просить мудрости. Вот помните, когда пришли к Соломону две женщины, и они принесли одного ребенка. И вот, ну как рассудить? Ну вот я так вот, знаете, хорошо, что мы знаем эту историю, и мы так наперед, но все нормально. Представьте вы в положении Соломона. Ну вот как рассудить? Я скажу, так вот и среди детей. Вот иногда ссориться, ну как рассудить? Ты послушаешь одного, там другое, все. Но я думаю, как родители, мы все-таки понимаем. Например, вот я скажу, ну скажем, вот у себя, вот Давид. Вот он действительно может там много чего, но не обманывает. Вот значит, он говорит, да, вот ему конкретно я могу. Мы же знаем уже ребенка, он же с нами живет, да. Вот он говорит так все. То есть, вот есть у каждого ребенка что-то, на что где-то мы можем опереться. А где-то бывают же такие ситуации, когда мы просто говорим так, оба пошли в каждую свою комнату, закрыли дверь, и вот полчаса вы не можете выходить там, да. И все, оба наказаны. И вот пускай они. То есть, ну, друзья, я так считаю, что здесь нету формулы, нету. Здесь должна быть родительская мудрость. Александр Хилович, к вам вопрос. Вот вы в одной из своих проповедей сегодня сказали, что если заставлять детей кушать, когда они не хотят, это может в них лукавство вызвать. А как насчет заставлять ходить на собрание? Что это у них может вызвать? Ну, я в том примере там тоже сказал, что иногда у некоторых родителей пойти на собрание или читать священное писание тоже как наказание. Иди в комнату и читай. Это тоже вызовет в них отвращение и к Библии, и к церкви, и ко всему. То есть, мы не можем эти вещи, относящиеся вот к области духовной, к Богу, и отношения между Богом и детьми, и церковью, мы не должны их употреблять вот в этом направлении, в этих целях. Вот, чтобы нам, ну, действительно, он может пойти, ребенок, и на собрание прийти, я могу притащить его. Вот, но если это не достучался до сердца, не объяснил ему, он будет сидеть на собрании. Но толку с этого не будет никакого. Это по любым вопросам. То ли это пища, то ли это одежда, то ли что хотите. Виталий Викторович, вопрос к вам в отношении спорта немножко. Можно ли им заниматься, особенно если это не вразрез с служением? Я, наверное, к этому вопросу еще добавлю следующее. Вот дети, когда в школу ходят, там тоже предлагают им всякие и спортивные мероприятия. И если они просятся, можем ли мы им разрешать в этом участвовать или это не нужно? Ну, друзья, вопрос серьезный в том, что, я так вам хочу вообще-то сказать, да, профессиональный спор, там есть обязательно присутствие духа. Вот когда, знаете, выставляет профессиональный спорт в таком виде, что, ну вот там верующий, там спортсмен покаялся, такой благовестник там или что, неправда. Я просто вам хочу рассказать, ну, не буду, правда, сейчас время, но у меня есть конкретные примеры, с которыми я встречался. Он встречался с спортсменами, которые каялись, обращались даже в нашей церкви с Вильнюса один, такой два с половиной роста покаялся, который занимался всю жизнь волейболом. И он потом, он конкретно говорит, ты знаешь, говорит, это же говорит одержимость, это же говорит, вот когда, это несовместимо, говорит, да. То есть уровень профессионального спорта, мы должны этого опасаться. Вот эта компетиция или состязание, деньги с этим связаны, престиж, слава и все, да, этого мы должны бояться. Это мир, это мир, мы не можем. Но вопрос, вот апостол Павел говорит, Тимофею, что телесные упражнения, он прямо говорит, да, мало, менее полезны. Благочестие на все полезно. То есть понимаем, что растут дети там или что там, да, ну, где-то там и в футбол поиграть, и плавание там, или еще там что-то, да. Ну, это же нормально, молодежь, ну, как ты молодежи, да, они вот посидели-посидели, побежали в волейбол играть. Ну, что, ты скажешь нет, что ли, это же нормально, это же очень, как бы, знаете, хорошо, вот, что они вместе, их тянет друг к другу, поиграли в волейбол и все. То есть есть вот эта грань. Есть грань, где там, что вот, ну, просто чисто вот, ну, физическое, ну, это же должно. Ну, вот как вот, я не знаю, ну, у нас же мальчики же есть, да, как вы восьмилетнего мальчика можете удержать на месте? Ну, как, это же нереально. Он же, он же должен бегать, он должен мяч гонять, он прыгать, или все там, все, да, если вы его посадите, ну, это же просто вы себе проблемы и все. То есть где-то должно, на уровне школы, да, опять-таки, знаете, я вам так хочу сказать, вот, ну, вот мы вот, как родители тоже, да, столкнулись с тем, что на уровень школы и чуть ли не автоматически выходит на какой-то вот такой профессионализм, да. Мы забрали оттуда детей. Другое, да, вот как опять ребенку объяснить? Мы говорим, слушай, дорогой, ну, вот как это для вот тебе послужить, для вот Господа, для служения? Вот как Кириллович много раз говорил, да, надо объяснить. И вот мы сели, поговорили, все, сама дочка говорит, пап, да я лучше буду ходить на флейту, у нас там уроки есть, чем ходить, это там, волейбол там, или что-то для Господа, я в церкви могу играть, там, все это, да. То есть, вот где-то таким вот образом, но, друзья, такое вот прямого сказать нельзя, но это не скажешь, спорт должен быть, дети должны заниматься и все, но должна быть очень осторожная вот такой вот взгляд, позиция, допускать на уровень вот этих, знаете, вот профессионализма и состязаний там и так дальше, этого бойтесь, это не то. Мальчишки должны заниматься, но вот такая картина, два боксера на ринге, каждый в своем углу, оба верующие и обои молятся, Господи, помоги мне, моему сопернику набить сегодня морду, и этот молится в своем углу. Я иногда слушаю, думаю, Господи, Боже мой, вот что тут? Ну, вы понимаете, да? Вот вам и верующие команды, это относится и к футболистам, и к футболистам, каждая команда молится, Господи, помоги победить, ты знаешь, как мы тебя любим. Что делать Господу? Вам тогда вопрос в отношении детей, может быть, у вас уже опыты с внуками есть, что делать, чтобы дети полюбили читать и говорить по-русски, я так понимаю, Библию и прочее, вот как вот эту проблему решить, и нужно ли вообще это делать? Ну, каждый выбирает свой путь, у меня, у младшей дочери, когда она сюда приехала, ей было 4 годика, по-моему, там, прошло немного времени, и мы как-то смотрели фильм дома, такой, познавательный, и там было где посмеяться, она сидит с нами, и такое лицо, потом говорит, папа, а что вы смеетесь? А что там смешного? Я говорю, мамуля, это черта, надо что-то делать, она уже не смеется там, где надо смеяться, а смеется там, где не надо смеяться. Я говорю, давай, еще 2-3 фильма, купи подобных, Танюша, ты будешь их смотреть до тех пор и столько раз, пока начнешь смеяться там, где надо смеяться. У нее сегодня двое детей, разговаривают по-русски, отлично, в школу ходят, английский учат, но по-русски. Ну, у них был такой еще момент, Дима, ее муж, у него всегда прутик там, и до сих пор он там на шкафчике лежит. Вот, и он дома сказал, дома, Диана и Денис, мы разговариваем по-русски, мы русские, все, я ничего не хочу знать. Ну, и вот они там что-то играют, играют туда-сюда, и вдруг по-английски там вырвались слова, да, Дима только скажет, Денис, папа, я понял, мы русские. И пошел дальше разговор. Все нормально. Я хочу, чтобы вы понимали, дети, когда вырастут, скажут огромное спасибо, что вы меня заставили выучить. Я езжу с мужским хором из Германии, там дети, рожденные в Германии, пошли сейчас в мужской хор, понравилось им ездить, русский ноль. Они отругали своих родителей, и первые поездки года два-три назад, они ездили и писали русские песни немецкими буквами и пели. Приехали с букварями, с учебниками, и сейчас большая половина из них разговаривает по-русски. Друзья, я просто хочу сказать, здесь вопрос, знаете, во-первых, конечно, основной это вопрос семьи. И хочу сказать, вот реально, да, ну вот уже Кирилл Ильич сказал, да, что дети вам скажут спасибо за то, что... Вот мы, знаете, вот часто в Израиль ездим, у нас там колледж тоже, Кирилл Ильич знает, да. Там вообще удивительно, вот евреи к этому удивительно относятся. Их не все дети говорят на еврейском, на арабском, на русском, на английском. И мы приезжаем, они нам вопросы, вот поговори со мной на том языке там, на том там, все это, да. Они понимают в этом ценность. Но это, будем говорить, чисто человеческое. Но скажу еще другое. Какая-то существует такая вот интересная тенденция, да, вот перейти на английскую, вот и в церквах там, или что. Я, знаете, друзья, как бы не вижу в языке духовность. В языке духовности нет. Русский, русский, на английский, на английский. Но тогда, когда, вот, знаете, ну понятно же, что мы не готовы к этому, да. У нас в церквах и пожилые люди, и сами, даже из вас многие не так идеально понимают и так дальше, да. Когда это происходит, я вам скажу, за этим где-то кроется вот этот порыв, да, адаптировать, вот, знаете, вот эту вот культуру, восприятие, служение и все это. А вот это не надо. Это не надо. Зачем вы это делаете? Зачем? Сохраните. Вы знаете, я вот удивительно, да, встретился со староверами в Боливии, да, целое поселение на русском, одеты, девочки, вот такой длинный платье. Там, знаете, все мужчины с бородами, ну, чисто наши амиши, да, все чисто на русском. Я говорю, а что вы не понимаете? Они говорят, мы знаем, говорит, испанские, все. А в чем дело? Он говорит, это помогает нам сохранить, вот, как раз-таки, говорит, наши вот эти отношения, говорит, и все это способствует. Он правильно говорит. Но почему мы стараемся от этого избавиться? Ведь все-таки, я скажу, друзья, вот мы приехали в Америку уже больше, чем 25 лет назад, да, и действительно мы попали в сруду, когда, ну, не было русских, все было, да, но я вам скажу, друзья, вот мы слушаем и говорим, вот проповеди там, там, или еще там что-то, да, но само отношение в церквах не то, не то, да. Говорят, говорить-то могут, а вот виноградники разводят, последовательности нету, знаете, и смотришь там и разводы, и своды, и все это норма, и так дальше, все. Зачем нам туда? Ну, зачем? Поэтому, а это, я скажу, так помогает, поэтому вас, как родителей, я бы очень поощрял, да, с обеих сторон, и как вот для будущего блага ваших детей, и я бы сказал, и, поверьте мне, и в духовном плане вам это поможет. Сохраняйте вот эту вот уютность семьи, говорите по-русски, учите с детьми, да, вот эту уникальность, что это вы. Знаете, как это важно? Вот мы, когда там жили, да, кто вот постарше, кто знает, и на нас все смотрели, как на белых ворон, баптист, баптист, да. И мы жили вот в таком, но посмотрите, это нам помогло сохранить вот именно наши вот такие вот более близкие отношения с Богом или что, да. Если мы можем вот опять в семье посредством даже языка иметь вот такое вот отношение, что это вот мы, вот так, вот так Писание и все. Это же какой плюс нам дал Бог? Какой рычаг хороший? Ну зачем же его, ну как бы, выкинуть? Пользуйтесь. Вам тогда вопрос следующий. У нас много здесь вопросов приходит по финансам, в частности, вашей последней проповеди. И вот один вопрос, связанный как бы с вашим заявлением о том, что как бы, ну финансовое положение такое, неизвестно, что будет. То есть вы не советуете людям откладывать деньги на пенсию или для детей в колледж? И попутный вопрос, можно ли верующим заниматься stock trading? Ну, друзья, что хочу сказать. Писание, да, говорит о том, чтобы откладывать. Вот мы скажем, что вот, ну как и что. Помните, когда было время изобилия в Египте, Господь конкретно открыл это Иосифу, дал мудрость, и Он говорит, вот в годы изобилия надо откладывать, да. Когда у нас есть изобилие, откладывайте. Я совершенно ничего. Да когда это произойдет? Может, это произойдет через 15 лет, может, через 20 лет, да. Просто реально то, что происходит, я вам так скажу, не Европа, не Япония, да, и, между прочим, вот Китай, да, я последний раз прилетел, 32 города размером Вашингтон-ДиСи стоят пустых. Вот столько понастроили. И, естественно, банки раздутые, да, чем оно тоже там кончится. Но у них большой резерв почти 4 триллиона, что-то как-то там может легче. Но в любом случае, да, финансовый, да, действительно трещит мир, да, вот так вот посмотришь. И единственное, что, скажем, когда будет большой взрыв экономический, он все равно будет, да. Я вот так скажу, вот посмотреть даже такое. Федеральный резерв, да, имеет займ на ихние активы, ну, если кто в банковском, да, немножко понимает. Все время это был один к двум. Сегодня это один к 77. То есть это нереальная цифра, да. Любой банк бы сейчас, это был бы обанкрочен или так далее, да. В Англии еще хуже дело обстоит, чтобы вы знали, да. В Европе, в некоторых странах. То есть ситуация действительно. Единственный, кто сейчас в положении, чтобы вот, если что-то произойдет, оказать какое-то воздействие, помощь экономически, это международный... Международный валютный фонд, да. Вот эти SDR, Special Drawing Rights, да. Значит, одна бумага, миллион долларов. Вот это единственное они. И понятно, что все это, как оно выглядит, то это, ну, явно идет к мировому правительству. То есть то, что вот сейчас вот по местам правительства практически все приходят в банкротство. Реально вот так вот все вот ведущие какие-то державы, положение выглядит это такое. Когда это произойдет? Или это, скажем, произойдет там через год или через там 10-15 лет? Ну, никто же это не может конкретно происсказать, да. Но положение очень. Я так скажу, мы живем, ну, как в сказке, знаете, просто в нереальности. Чем дальше, тем страшнее. Да, в реальности такого не должно быть. Но мы живем как бы вот в этом вот. Как оно держится все, кто его знает. На уровне там вот мы иногда собираемся, так плечами пожмем, поулыбаемся. Ну, что, ну, компьютер включается, свет горит, надо делать. Ну, вперед, работай, да. А головой понимаешь, что это что-то такое странное происходит. В плане того, что, значит, откладывать. Ну, если есть вот где-то избыток там и для детей и все, ну, как-то все равно жить же будет. Откладывайте. Есть, дает Господь такую возможность. Но важно, друзья, чтобы мы не в этом полагали упование. Вот на вот это хочется сказать, знаете, некоторые, вот Кириллович говорил уже, этот пример, откладывают на вот черный день. У нас в церкви такой один дедушка 26 тысяч, знаете, а дети где-то нуждаются, ходят, перезанимают. Ну, странное такое положение. И подумаешь, а вот он все на черный день, все на черный день. Ну, что это такое, да? Но не должно это быть у нас. Вот этого у нас быть не должно. То есть мы упования на это не должны. Но если есть где-то излишек там как-то, что-то мы можем, да, я считаю, что где-то это норма. Что касается стакс, да, я скажу так, вы знаете, на самом деле это разумная система, на этом построен капитализм, вот эта биржа и все это, это нормально. Но то, что вот иногда верующие, да, где-то поддаются на то, что вот трейдинг, знаете, вот купил-продал, куда там графа пошла, дернулась и все. Ну, друзья, это все обман. На этом вы точно погорите, точно погорите. Даже, даже мне не приводите примеров, что кто-то, если кто-то продвинулся, это вот сегодня продвинулся, а завтра он обанкротится. Да, так не работает. Сама суть, оно работает, но оно работает так тогда, когда вы можете просчитать ценность компании, сколько она будет стоить. И вы покупаете так, как будто бы вы, если вам дай все деньги, да, что вы купили всю компанию. Вот вложил бы ты в это бизнес. Слушай, если ты покупаешь как бизнес, это разумно, ты делаешь расчеты, смотришь бизнес, ездишь, узнаешь и все. Это разумное дело, и оно работает, да. Но вот это вот, что вот делает, вот туда вверх дернулось, там дальше пойдет, там все это, берегитесь этого, не делайте. Это, это гемблинг, как по-русски, как это? Что это? Гемблинг – это азарт. Азарт, да, это просто азартная игра, и все, это нельзя. И притом все равно вас надуют. Братья и сестры, учитесь жить на те деньги, которые Бог положил в ваши кошельки. Да, Борен Баффет однажды сказал, что если вы не понимаете, во что вкладываете деньги, не можете это доступно пятилетнему ребенку объяснить, значит, не вкладываете. Вопрос к вам полегче уже, Александр Кириллович, такой тяжелый, денежный вопрос, простой. Нормально ли, когда родители целуются перед детьми? Ну, если уж вы так хотите откровенно, поцелуй-поцелуй – разница. Вы же это понимаете. И я думаю, нормально, когда мужья и жены, прощаясь, уходят на работу, папа, и чмокнут, там, папа-мама, мама-папу. Тут никаких проблем нет, и дети должны это видеть. Но когда это переступает грань, так сказать, этот поцелуй, ну, просто таким языком сказать уже, в область каких-то сексуальных там, да, поцелуев, ну, тут извините. Друзья, я вам просто расскажу пример. У нас как-то к нам пришла дочерь и подружка, и ночевала у нас, и потом, значит, утром я уходил на работу и в дверях поцеловал жену. Ну, у нас так заведено, я жену целую, детей мы целуем, да, помолимся мы друг друга, поцелуем все. И потом эта дочь мне расскажет, говорит, она забежала ко мне в комнату и говорит, там, говорит, он поцеловал, он говорит, маму твою, говорит, у нее это такое что-то. Знаете, вот я считаю, вот это проблема. Вот это проблема. Ну как, да, папа не поцеловал маму. Это ж как, это должно быть. Вам тогда опять снова вопрос в отношении вашей последней беседы по поводу материального. Почему так радикально отличается отношение Бога к богатству между Ветхим и Новым Заветом? Почему поменялось это? То есть по жестокосердию людей или Бог как-то поменял свое отношение к материальному? Значит, друзья, я хочу сказать, что в реальности, если посмотреть, да, Бог не поменялся. Бог не поменялся в этом плане. И даже в Ветхом Завете, как я уже приводил примеры, да, многие мужеверы, которые практически ничего не имели и так дальше, и были показаны как большое благословение. Вопрос в чем, да, Господь установил Израиля как прообраз, ну вот, новозноветней церкви и так дальше, да, и поставил его как на вид перед всеми народами, чтобы в этом действительно люди могли видеть руку Божью. С этим связано, да, было провозглашение Бога по всей земле. И поэтому Бог где-то так к этому и относился, да. В Новом Завете, тогда, когда вопрос стоит о том, что церковь — это во всех народах, и она построена на изменении сердца, как Господь говорил через Икея, или возьму сердце каменное, дам плотяное и так дальше, да, то, естественно, этот вопрос, но, как бы, переходит в другую сферу. Но скажу, друзья, ведь реально мы же понимаем, что для Бога, да, ну, вот сами слова Христа говорят, что польза, если человек приобретет, чем он как даст выкуп за душу свою. Всегда для Господа, да, да, забота о нашем материальном, она была, но отношение к этому, да, должно было быть всегда правильно, и в Ветхом Завете. Посмотрите, Господь, это же в Ветхом Завете считает, да, он приводит пример, как эту притчу, да, говорит этот вот человек. Большое богатство, и он, говорит, построил, говорит, новую житницу, и скажу душей, ешь певец, и он говорит, безумный, безумный, да, то есть вообще не понимает, что происходит вот в этом плане. То есть это и тогда было. Вопрос тогда следующий будет. Что делать, если человек, женатый человек, употребляет наркотики, зависим от этого, и жена даже не знает об этом? Ну, что делать, если употребляет наркотики, уже муж, женатый человек и так далее? Делать то, что нужно делать любому грешнику. Осознать свой грех, раскаяться перед Господом и просить об освобождении. Другого я не скажу. Это надо делать любому, и мужчине, и женщине. Осознать, покаяться и вспомнить слово. Иди, и впредь что? Не греши. Покаяние должно быть искренним. Если сын освободит, то вы истинно свободны будете. Вопрос заключается во мне. Хочу я освободиться, или я все-таки не хочу? Может быть, я считаю, что это не грех, нигде не написано. Вот, и поэтому, ну, что здесь такого? Да, я помню, разговоры были как-то на эту тему. А где написано, что наркотики нельзя, траву Бог сотворил, Бог ее вырастил, а где написано, что вино нельзя в Ветхом Завете, упиваться нельзя это, да, вот о чем сегодня было там, да, прочее, другое. Ну, и ответ брата был таков. Ну, Бог не только траву сотворил, из которой там наркотики делают, Бог и мухомор сотворил. Но бери и кушай. Вам тогда, может быть, тут же похожий вопрос, он пришел, похожий вопрос, связанный с наркотиками, что можно ли использовать марихуану как средство для снятия стресса или депрессии, особенно в нашем штате, как бы, это такой, как бы, троянский конь, когда это преподается людям, что это с медицинской целью, что, вот, это один из натуральных методов лечения. Попутно, раз уже заговорил. Ну, когда идет речь о стрессах и о помощи психологов, ну, я так улыбаюсь, иногда очень громко даже. Понимаете, друзья, что причина или последствия всего, что в нас происходит, там, стрессы, депрессия, в итоге, в основании, лежит грех. Что-то не исповедано, что-то не оставлено, что-то мучает человека и так далее. Если уже подходить к этому, так сказать, ну, с другой стороны, употреблять сегодня, вот, как учат эти люди, делающие бизнес на этом зелье, я скажу, что я к этому не готов, я никому не посоветую. И с другой стороны, меня печалит вот что. Как же мы тогда, церковь, как же мы, служители, вот, не можем, допустим, вот, ну, помолиться над этим человеком, чтобы у него отпало это желание, да, там, употреблять или выпивать или что-то. Меня вот что больше заботит, что сил у нас почему-то нет это делать. Вот об этом мы должны молиться и думать, а советовать и говорить, что это хорошо и благо, я не поддержу, я не поддержу. Друзья, вот говорят, нету в Библии, между прочим, вчера вот у Андрея Павловича я вечером был, и мы заговорили об этом, да, как раз разговор. Между прочим, в Библии, да, везде, где вот, не везде, вот в Новом Завете, в частности, в Откровении 19 главе, что они раскаялись, они в блудодеянии, в воровстве, в убийствах и в волшебстве, да, четыре вот этих греха. Вот это слово «волшебство», посмотрите, даже у кого есть греческий, вы можете увидеть, его легко прочитать. Фармакия. То есть смысл, да, и везде в Новом Завете, где говорится о волшебстве, употребляется это слово. Это вхождение в общение с бесами посредством химических каких-то средств. Вот это реально то, что происходит с наркотиками сегодня. Об этом Писание говорило и говорит, что в последнее время люди в этих грехах не будут каяться. Мы вот в реальности живем теперь в этом. Это открыто сказано в Слове Божьем. Викторич, к вам два вопроса в отношении десятины. Первый вопрос. Нормально ли это отдавать 10% от своей зарплаты в поддержку своих неработающих родителей вместо церкви? И второй похожий вопрос. Можно ли из этой десятины вместо церкви на какие-то другие нужды лично давать кому-то? Ну, друзья, это уже лукавство. Я скажу, знаете, когда я учился в университете, я вот немножко рассказал, мы жили как-то так туговато, все, и вот а жена у меня, она там доцента высчитает и десятину. Я говорю, слушай, ну нам же помогает. Давай, говорю, мы вот десятину вот в помощь, все это, да? Она на меня такими глазами. Ты, говорит, кого хочешь обмануть, да? Говорит, это же, говорит, Богу принадлежит. Нет, друзья, десятина, она принадлежит действительно неродителям. Неродителям. Вот то, что родителям, да, что должно быть, это мы должны, Господь за это осудил фарисея, помните, когда они сказали «карван»? Это то, чем пользовался бы это мне. Это не десятина. Родители – это родители. Наша обязанность, ответственность, мы должны о них заботиться. Десятину – это то, что мы должны принести в храм, принести в Дом Божий, который будет распределяться как на вот обслуживание, а также и на то, чтобы помогать кому-то, совершать какой-то вопрос и евангелизация, труда там или еще там что-то, да, а разные другие вещи, то это уже сверх этого. И, как я уже упоминал, Господь на эту вдову сказал, что посмотрите, да, она даже все отдала. Поэтому, друзья, я бы так сказал, ну, чего мы боимся отдать Богу? Вот мне, знаете, вот это вот иногда странно. Странно так вот, да, я могу в своей жизни засидеть с людьми. Вот что, знаете, давать Господу, да, это так здорово. Это столько приносит радости, столько приносит благословения, да. Давайте. И десятину, и двадцатину. Давайте. Не надо вот как-то, знаете, вот думать, что это... Но скажу и другое. Знаете, очень интересно. У нас как-то был в гостях один брат, и он что-то вот говорил тоже, да, именно вот о нашем отношении к Богу. И он сказал такую фразу, я потом к нему подошел, а он сказал, говорит, вот знаете, вы сейчас сидите, если кто из вас завтра, говорит, положит в своем сердце давать десятину Богу. Вот, говорит, честно вот так перед Богом. Я, говорю, могу вас уверить, вы, говорит, завтра потеряете работу. Я, как, да, наоборот, Господь не открою ли я все? А он, говорит, а Господь хочет испытать. Испытать. Или вы торгуетесь с Богом, или вы действительно имеете правильные мотивы в вашем сердце. И Господь испытает. Но если Господь увидит, что у вас правильные мотивы в этом плане, то Господь будет вас благословлять. И не обязательно благословение, что у вас, как сегодня учат, да, отдай десятину, тебе придет столько-то, хочешь больше дать, больше получишь. Вот ваше благополучие в семье, ваше взаимоотношение друг с другом, с Богом и так дальше. То есть много же, что, да? Но Господь это призывает и надо делать. Одна сестра подходит ко мне и говорит, да что вы, десятину, десятину, это ж тяжело. Ну хотя бы пятую часть сказали. Я говорю, хорошо, сестра, я позволяю вам, давайте пятую часть. Она потом посчитала, подожди, так пятая в два раза больше, чем десятая. Вернемся к десятине. Тогда еще вопрос к вам, похожий по десятине. Можно ли верующим людям, и не будет ли противоречить ли это Библии или каким-то нашим нравственным принципам, когда мы сумму пожертвованную в церковь списываем в нашей налоговой декларации? Да нет, друзья, ну это же нормально. Если правительство практически, ну будем так говорить, дает как бы эти деньги назад, да, или так. Ну как, реально как это происходит? Скажем, я заработал 100 долларов, да, десятину отдать в церковь. Но если, значит, скажем, я должен заплатить налог со 100 долларов, а если я предоставил бумагу, что я 10 долларов заплатил, то с меня берут налог с 90 долларов. То есть меня все равно берут. Но уже не со 100 долларов, а с 90, да. Но если есть такая возможность, какой же в этом грех? Я понять не могу, надо пользоваться этим. Почему нет? Если вам вернули за ваши десятины, за все налоги, к примеру, 5 тысяч, то вы с них должны десятину в церковь отдать. И ваша совесть будет спокойна, не переживайте. Хороший практический совет. Александр Кириллович, к вам вопрос такой. До какого возраста можно наказывать физически, то есть там ремешком или еще чем-то, или ставить в угол и лишать некоторых вещей? Вот, если вы можете, может определить возрастные категории и наказания, которые приемлемы для этих возрастов? Ну, для каждого возраста, для каждого периода, для каждого народа это вопросы имеют свое, так сказать, значение и понимание. Даже среди нас русских в прошлые времена, лет, может быть, там 50-100 назад, когда все жили в одном доме, дедушка, бабушка, отец, мать и дети, и внуки, и дальше, да, главой семьи был самый старший мужчина, был дедушка. И он мог, и он мог даже своему внуку, который уже женат, он мог, так сказать, проявить даже и это. Это было в культуре. Сейчас, я думаю, мы должны понимать, вот, подростковый возраст, старший уже, ну, тут уже поздно его наказывать. Когда-то Сократа спросили, когда нужно начинать наказывать детей? Он быстро ответил, пока ребенок вмещается поперек лавки. А если повдоль ложится, уже поздно. Поэтому здесь просто нужно смотреть. Я же не могу сейчас, но мой сын на две головы выше меня, и внук уже пожмет мне руку. Я говорю, слушай, Миша, тихо, ты пальцы деду поломаешь. Я понимаю, если я захочу его наказать сейчас, он просто поймает мою руку и скажет, пап, иди-ка сядь. Я его должен воспитать так, чтобы он теперь уже без наказания, без ремешка мог меня уважать, о чем мы сегодня говорили, и уважать как авторитет отца. Вот тогда вопрос идет к вам, Виталий Викторович. Несколько поступило похожих вопросов и в записке, и здесь. В отношении iPad, iPhones, компьютерные игры, и с какого возраста можно детям это покупать, до какого возраста не нужно, или когда мы собираемся, допустим, вечером на обед, вот иногда мужья бывают, что они все никак от телефона оторваться не могут, и некоторые жены переживают, что это вредит общению. Именно по поводу вот этих всех технологий, всех этих гаджетов, если бы вы немножко могли этот вопрос осветить. Друзья, поистине, конечно, вопрос такой нелегкий, где-то я понимаю, что у каждого есть где-то свои взгляды, и как-то каждый пытается это оправдать. Даже вот в социальных сетях, я скажу, вот, например, у нас в церкви, мы на братском совете конкретно приняли решение, никто из братьев не может быть в какой-либо социальной сети, ни там Фейсбук, ни Одноклассники, ничего, да, для того, чтобы нам иметь дерзновение беседовать с нашей молодежью, увещевать, говорить там или еще что-то, да. И скажу, знаете, ну, все это было принято так спокойно, это не то, что там ломали там, знаете, или что. Братья сами увидели где-то опасность, говорили, делились, приняли, да, вот так вот все. Я понимаю, в некоторых местах, ну, нет, не так, где-то по-другому, ну, где-то так приняли. Но что касается самого этого, значит, друзья, тогда, когда люди, я, знаете, вот есть вещи, которые, ну, не потребствуют. Вот я, например, да, не могу понять, когда вот люди вот сидят и играют в игры. Даже вот я вот в самолете, вот иногда, ну, летаю много, да, и смотрю, там иногда сядет возле меня, и вот всю дорогу там, или в карты там, или там что-то там вот на компьютере сидит, играет, да. Для меня это, знаете, я вот так вот иногда подумаю, думаю, такая трата времени, как можно допустить это? Как это можно допустить, чтобы вот, ну, вот по-другому не назовешь, убить время, да? Тогда, когда каждую минуту ты вот как-то ищешь, да, чтобы там позаниматься, поразмышлять, что-то надо сделать, там позвонить, написать, там все это, да, и вдруг ты смотришь, что люди просто убивают время. И тебе просто дико это, да, как это может быть? Почему это происходит? Почему? Как вот мы собрались с семьей, и вдруг я бы сел, и начал бы вот там на компьютере, или там на этом, да, сидеть здесь, дети сидят, там жена, а я там сижу шарики гоняю, там, или еще что-то, да? Ну, что-то не все шарики дома. Как-то, знаете, ну, по-другому как это? Я просто не могу это понять, да? Значит, что-то не в порядке, да? Почему это происходит? Я вам скажу, друзья, это вопрос духовности. Духовный человек, вот таким непотребством заниматься не может. Что касается наших детей. Друзья, вот опять-таки, да, не разводите виноградники. Зачем? Зачем? Вот, знаете, приходят, я вам так скажу, вот вы здесь сидите, да, приходят вот подростки в церкви. Вот Бог дал мне особое какое-то такое близкое отношение с молодежью у нас в церкви. Они вот, знаете, приходят, заходят, беседуют, там, послеспевки, там, что это, знаете. И вот много-много беседуют. И вот они же сами, вот, приходят и делятся, да, и говорят, вот я работал летом, папа позволил мне купить, там, смартфон, там, и я вот начал, там, смотреть, не могу, дядь Виталик, помогите, там, все это, знаете, все, и вот даю себе, да, и думаешь, ну, родители, ну, как вы можете это делать? Ну, что вы делаете, да? Ну, нельзя же эти вещи давать. Ну, понятно, там, где-то подрастает ребенок, надо дать телефон. Ну, дай простой телефон, мы вот как, мыльница ее называем, да, чтобы раз открыл, позвонил, если уже на то пошло. Ну, зачем вы это делаете? То же самое компьютер. Ну, понятно, в школе вот наши дети, да, да, они должны работать на компьютере, у них домашние задания получают по компьютеру. Но ведь опять же, да, разумно, компьютер находится в гостевой комнате, мы здесь все находимся, они тут работают, всегда зашли, все там, туда-сюда. Да, конкретно мы им объясняем опасности, говорим. Кроме того, да, я конкретно говорю, например, дочь постарше, да, я говорю, слушай, я время от времени буду проверять всю твою электронную почту, все, ничего не стирай. Один раз я просто взял, затребовал из школы, чтобы мне всю электронную почту восстановили за месяц. Не для того, что она мне нужна была, да, а я взял ей, показал, и говорю, смотри, видишь, вот Бог вот все это хранит, все это видит. И если мне надо, я это сделаю, я это тоже найду, да. Ну, она в таком, знаете, немножко перепуге, все. Ну, нормальный такой продуктивный хороший разговор произошел, да, и все. И можно же все это регулировать. Ну, опасность существует. Мы должны оберегать от этого детей, а не способствовать где-то это, закрывать глаза. Знаете, сколько таких случаев. Вот по церквам приезжаешь, подходят родители, придите домой, поговорите, вот у нас там сын, вот у нас там дочь, да. Вы знаете, вот там по школе все, дали компьютер, она стала брать ей замыкаться, потом вот с кем-то связалась, вот она там на металлике, вот она там чуть ли не самоубийство. Но ведь это же сплошь и рядом происходит. Но как мы на это закрываем глаза? Ведь это же такое дорогое, душа человека, наши близкие, да. Нельзя, нельзя. И сами, но не должны. Вот опять-таки, да, вот это вот непотротство, всякая нечистота. Но зачем? Я вот, знаете, друзья, вот это вот меня сильно всегда удивляет, а то, что, вот, ну, Кирилл Ильич же правильно вот уже сказал, да, что, ну, совесть. Вот если совесть осуждает, Иоанн говорит, да, ну, неужели вас не осуждает совесть? Или даже по-другому, ну, может быть, сейчас уже не осуждает сожженный. Ну, помните, Павел Римин говорит, все, говорит, что не по вере, что грех. Вот когда-то же ты ощутил это, да, а теперь просто переступил. Надо от всего этого избавляться, друзья. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Полезность и зависимость, о чем мы сегодня говорили. Вы должны это определять. Вопрос к вам, Александр Кириллович. Если муж выпивает иногда и опрадывает, что это чуть-чуть можно для здоровья. Я против этого, постоянно происходит скандал. Как в таких ситуациях поступать? Просто молчать или что делать? Я не думаю, что просто молчать. Молиться надо за таких мужей, найти, может быть, единомышленников, вот объединиться в молитве. И мы провели у себя однажды вечер для братьев, вот, по поводу спиртного. Никто там не говорил, запрещено, не запрещено. Мы просто выбрали все места Писания, вот, к чему это все привело. Вспомнили Ноя, вспомнили Лота и Иже с ними. И потом сказали, выбирайте. Это то, к чему приводит, вот, то, о чем мы говорим. И никто еще не стал алкоголиком, вот, за один день, чтобы сразу начать пить там бутылками. А вот столечко для лекарства, для сна, для желудка и для многих других вещей. Более того, среди молодежи ходит такое кощунство, вот, когда говорят, ну, Павел Тимофею посоветовал немножко пить, потому что желудок больной. А у меня желудок здоровый, могу и побольше. Кощунники так рассуждают, а другие рассуждают так. А вот откуда вы взяли? Христос находился в лодке, море бушует, лодка переворачивается, ученики там караул кричат, а Христос спит. Как вы думаете, нормальный человек в такую бурю мог бы спать? Конечно, выпивший был. Кощунство такое, вот к чему приводит. Может быть, небольшая рюмочка, а потом будет и дальше. Это то, о чем говорил Виталий Викторович. Про сестры у нас время уже почти подходит к концу. Я, наверное, еще один вопрос задам Виталию Викторовичу, и потом Игорь Владимирович будет уже заканчивать конференцию. Вопрос такого характера. Как можно сохранить авторитет отца перед детьми, если отец сам топчет свой авторитет? Ведет себя глупо иногда, хуже, чем неверующий. А потом даже дети спрашивают, наш папа верующий, или только прикидывается, что им отвечать, когда даже сама не знаем, возрожден он или нет. Дети уже выше ростом папы, и просто какие-то отговорки их не устроят. Конечно, вопрос серьезный. Помните, когда мы говорили об авторитете, насколько это действительно трудный путь, когда мы говорим идти библейским путем. И Павел Тимофеев говорит, никто не пренебрегает тобой. Ну что, ты будь образцом. Когда не образец, когда нет этого, это действительно тяжело. Но наряду с этим скажу и другое, друзья. Господь нам не дал право выбора наших родителей. И когда нам говорится о почитании отца или матери, когда нам говорится о почитании нашего босса на работе, или нашего президента, или нашего пресвитера в церкви, или кого бы мы ни коснулись, или мужа и так дальше, это не идет речь о том, что тот, который идеальный, это какой он есть. Какая, вот есть у нас такой президент, да? Я не говорю, что мы согласны со всем, что он делает, но мы должны, мы царя должны чтить. Мы не можем просто так говорить, да? Может быть, где-то с чем-то я не совсем согласен, где-то в церкви там или еще что-то, и где-то молюсь, переживаю, но это не значит, что я без почтения, без уважения говорю о пресвитере в церкви или еще что-то. Ты же все ломаешь. Точно так же и жена. Да, муж такой, да, но мы должны где-то, да, находить, вот, да, и говорить, это наш Папа, да, вы хотите благословения, мы не можем говорить плохо, давайте помолимся, чтобы Господь помог тоже Папе, еще что-то, да, находить, вот, искать у Бога вот этой мудрости, да, но говорить правильно, направлять сердца детей к Отцу, где-то выискивать вот положительные моменты или еще что-то, да, но ради их же блага развивать в них почтение, даже к такому Отцу, они его не выбирают, вот он такой, да, молиться надо, все, но это должно быть сохранено, это библейский духовный принцип, будет нарушено, и ты, как жена, потерпишь большой урон, и в детях ты увидишь и будешь плакать потом, нельзя это нарушать.